Дорогие братья и сестры, все присутствующие молодежь, мы подошли к окончанию нашего молодежного общения. Мы, наверное, все рады, что многое слышали, как Господь беседовал с нами лично здесь. Я думаю, счастливы мы сегодня, друзья, что такое обилие пищи духовной, проповеди на разные темы, особенно, что Христос наша драгоценность и хоровое исполнение. Хор приготовился хорошо, постарались прославить Господа, и мы имели назидание. И это все, друзья, апостол Иуда, он говорит, что хорошо мы это делаем, но это нужно, друзья, сохранять. Это нужно. В послании Иуды всего одна глава, и вот первая часть до 20 стиха, друзья, здесь идет напоминание о древних нечестивцах и суде над ними. А потом, друзья, очень эти слова мне нравятся. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере в вашей, молясь духом, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Вот для чего, друзья, наши молодежные в нашем братстве проходят собрание, «Чтобы мы имели назидание на святейшей вере в Иисуса Христа». Такие две записочки поступили. «Как научиться хранить сердце так, чтобы в нем все и без остатка было занято навсегда Иисусом Христом». Для всех, думаю, этот полезный ответ, друзья, будет. Мы должны с вами учиться у нашего Господа. Мы в одном месте провели в конце года очищение из сибирских церквей, и там были трудности определенные до этого. А потом Господь произвел такую работу, и молодежи у них много. И они даже по второму разу хотели беседовать со служителем. И кто-то вспоминал и снова предстать пред церковью. И мы их, друзья, не побуждали даже к этому. А потом попросили, вы можете у нас еще подобного рода собрание провести? Но мы так практикуем. Но раньше десяти лет не надо очищение в церквах делать, чтобы оно не утратило сил. У вас же только прошло. Ну что-нибудь. А мы никогда не практиковали библейскую неделю. Я слышал, в Германии проводят, в других местах. И мы решили провести. А какую? Посоветовались с советом этой церкви. И они нам посоветовали. Проведите такую неделю библейскую. Рост духовный. Из чего начинать? И мы так ее построили, друзья, пять вечеров. Это не просто такое собрание. Да, один из нас, брат, излагал тему. Их было пять. Первое – смирение. Второе – освящение. Третье – очищение. Четвертое – победная жизнь. И пятое – доверие Христу. И примерно час, чуть больше. А потом другой служитель. У кого есть дополнение к слышанной теме. Вопросы, ответы. Очень чудесно Господь помог провести эту библейскую неделю. Молодежь сильно ожила. Церковь. Вокруг три деревни. Они приезжали сюда. И у нас получилось, как будто Тульская конференция. Даже балконы заняты были. Все хотим расти духовно. Но она начинается, друзья, в нашем внутреннем человеке. Освящайся Господом. Это значит, как Иисус Новин пишет, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит себе книга законов от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности тебе исполнять. И будешь благоразумным и успешным во всех делах твоих». Вот так, друзья, я понимаю, так нужно поступать. И наше сердце будет этим занято. У меня тетя, друзья, она сейчас в Германии живет. Когда-то жила у нас в России, в Барнауле, занималась с детьми. И за это посадили ее на 3 года. А перед этим она трудармию прошла 10 лет. Она замуж не вышла. Ей сейчас будет в июле 92 года. И вот она у папы нашего на юбилее была. И она говорит, я такая счастливая. Вы думаете, я думаю, что мне 90 лет. Я молодая, я порхаю. А я говорю, тетя Лида, вы расскажите что-нибудь из тюремной вашей жизни. И она рассказала один фрагмент. Вот свеклу сахарную заставляет прорывать. Это дешевая такая работа. И вот зечек выгоняют. Говорит, мы тогда молодые были. Ругаются женщины. На Бога, на мать, на начальство лагерное, на кого угодно. А я, говорит, пою. Пою. А знаете, очень часто она пела эту песню. Красота Иисуса, светись во мне. Чистота и любовь, проявись вполне. А эти слушают и говорят, что ты, ненормальная, что ли? Жара такая. Работаем. А ты о какой-то красоте поешь. Какая красота. Нас, вон, опустили ниже плинтуса. Она говорит, а меня не опустили. Я сижу не как преступница, а христианка. Я посвятила свою жизнь Богу. И Ему служу. И Он у меня в сердце. Я его храню. И они с меня никаким автоматом это не выбьют. Братья и сестры. Это не из книжки рассказ. Она и сейчас живая. А кто хочет с ней познакомиться, я вам даже адрес могу дать, кто будет в Германии. Зайдите, она вас очень радушно примет. И расскажет, как. Многие сестры унывают, что их замуж не берут. Труда какой-нибудь там им не дают еще. А она не унывает. И прожила 92 года. А когда человек обижается и не прощает, тем мало живут. И сердце у них плохое. Плохо будет работать и так далее. А когда все Господу доверяешь и все прощаешь, и обиды нет, значит гордости нет. Вот Бог дает и жизнь, и все остальное. А следующий вопрос, друзья, по моей вчерашней теме, друзья, или изложению примеров. Я часть записки прочитаю, что касается для совета молодежи. Как сегодня побудить молодежь рассказывать о Христе в больших городах, где мы живем? Вокруг нас тысячи грешников, которые нуждаются в спасении. Как зажечь молодежь, благовествовать в местах, где мы живем? Дайте практические советы. Советов молодежи очень много. Вчера братья, ревнующие в деле благоистования, в миссионерском служении, мы имели с ними совещание вечером, уже поздно, после всего. И мы об этом говорили. У вас неплохо идет здесь служение благовестия. Братья ваши отчитываются у нас на наших совещаниях, когда приезжают в центр. И мы рады, что здесь и братские дома работают. Мы рады тому, что совершается. Но улучшать хорошо бы и правильно будет. Большие города, друзья, у нас бывают под вопросом. Москва у нас большой вопрос. И подобные города. Вот такие эпицентры, где люди очень заняты. Все электронные, все в телефонах, раньше в книгах. А теперь и мы сильно озабочены. Я думаю, что мы еще с братьями, они вчера выехали там, где находится молодежь под карантином. Мы с руководством побеседуем еще. Но хотелось спросить молодежь. Вы будьте внимательны. Когда будут объявлять у вас семинар по благовестию, вы, пожалуйста, находите время и посещайте. Я вот дважды присутствую. Один раз в Солигорске был, несколько лет тому назад. Я помню, друзья, там всего присутствовало 120 человек. И молодежи очень мало. А сейчас в Калининграде то же самое. И брат-служитель извинялся. На другой раз приедете, будет больше. 50 человек, рабочий день. Как-то немножко мы, может быть, неудачно это дело организовали. На семинарах мы более детально останавливаемся. И туда приезжают те, которые переживают. Эта записка одна поступила. Может быть, здесь больше желающих, как развивать благовестие и так далее. И я скажу молодежи, что очень хорошо, хорошо, что мы, друзья, ну не какие-то новшества вносили, а прислушивались, где как в других местах совершается. И оно подобно нам. Первые три века молитвенных домов не было. Люди собирались по домам. И они называются домашней их церковью, Акила и Прескила, домашняя церковь Филимона и так далее. И вот мы такие находим события, которые были. У нас сегодня практически это совершается очень мало. Но чтобы провести домашнюю евангелизацию, она должна начаться с личного благовестия. А еще немножко раньше, как Христос сказал ученикам, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на Ниву свою. И Господь послал тех, которые молили. Он это сделал. И успех личного благовестия зависит от того, насколько мы имеем Христа в своей жизни. Я однажды, приезжая к неверующему родственнику своему, ему так рассказывал, где я бываю, как трудимся. И ему, цель моя, ему рассказать. Христос сказал возлягу Царства Небесного, знаете, с каких сторон? Запада, Востока, Севера и Юга. А мы? Мы сегодня те, которые, ну, имеем грамоту. Когда-то вот братья приезжали из Молдавии к нам, строили фермы в Сибири. И у нас проводили собрание и пели. Грузини, армяне. Кто там дальше? Молдаване, славяне, да все братья, они во Христе. А я маленький сижу и слушаю, думаю, какие армяне? Они у нас асфальт кладут, деньги берут большие, а он весь в ямах, как вечный зимник. А сегодня армянские церкви. Сегодня на севере сколько людей верующих. И мы так подсчитывали к прошлому году, к конференции, да? Мы посчитали 30, значит, на 30 языках прославляется Господь в нашем братстве. Представляете, на 30 языках. А как у меня? И вот мы, допустим, со своей супругой, мы стали поститься и молиться. Господи, пробуди нашу родню. С ее стороны все умные люди. Доктор физико-математических наук, мама-врач-терапевт, она тетя моей жены. Дочери у нее такие же. Сын подрастает, тоже заканчивая институт, в аспирантуру хочет поступать. Другая закончила в Ленинграде тогда университет по воспитанию детей, завраяно. Мои родственники тоже закончили Новосибирский электронный институт. Господи, а мы вот такие неучи. Десять классов, и все. Стали поститься и молиться. Молодежь. Бог чудо сделал. Много пришлось приложить старания. Это беседы вечерние, до часу, до двух ночи. За кружкой чая. И мы очень много молились. А сегодня, братья и сестры, результат. Вот тот, который доктор физико-матических наук, он еще не уверовал в Барнауле, Алексей Дмитриевич. А жена его, врач-терапевт, уверовала. А ее сын Влад Насонов, может кто-то слышал, очень интересен для молодежи, проповедник. Это мой двоюродный брат через жену, понимаете? Андрей и Саша Пивнев, которые видят в Туле всех, которые показывают, наши компьютерщики сильнейшие в братстве. Это мои братья троюродные, которые докучали такими вопросами. Я уже думал, ну все, конец. Однажды приезжаю домой, мобильных телефонов не было, а жена говорит, слушай, Саша, твой был брат Андрей, замучил меня. Я ему отвечаю на вопрос, а он мне с моего ответа еще круче вопрос. Я, да скорее бы ты уехал. А я говорю, Лида, он перед покаянием, зверь в агонии, он чувствует свою добычу и не хочет отпустить. Молимся усиленно. Это была пятница. Он уезжает в Новосибирск. Утром в собрание он кается и звонит. Прости, Лидочка, что тебя мучил вопросами. Я покаялся. Вот этот самый Андрей, которого кто бывает в Туле, видит они впереди там вот с этими проекторами. Поэтому нам не нужно терять то, что Господь нам дает. Личное благовестие первое. Предшествует молитва с постом. Не бойтесь, как брат говорил, нас субботен такой Фектис Иванович, это дьякон Кулундинской церкви, когда хмару замучили, он вместе с ним сидел, он потом три года отсидел. И вот он уже в старости такой, он постился так много, один раз семь дней, я думаю, так долго. Фектис Иванович, братская районная, поучаствуйте в слое, мы обычно темы раздаем. Ага, он говорит, слушай, я пост еще не закончил. Ну ладно. Ну вот, после братского покушать. И он покушал, потом поучаствовал, а потом обед, ужин общий. И вот едет у меня в автомобиле. А это было за 50 километров в другой церкви от нас. Ах ты плоть такая, рыкаешь еще, не получишь больше. Я ж думаю, не будет какая-то кривизна тут. А потом понаблюдал, понаблюдал, не очень искренний брат. Как он молится, как он живет. И тогда гонения такие были, когда голосовали, чтобы собрание не делать, уполномоченным соглашались. Он тогда вставал, я не могу пропускать собрание. Я буду проводить. Все руководство куландинское, уши в сторону, перестали делать собрание. Он пришел к старшему пресс-фитеру ночью. Я, говорит, грех сделал. Встал на членском собрании, чтобы собрание не делать. Я буду делать собрание. Пресс-фитеры ушли в сторону, а он не ушел, братья и сестры, потому что молился. И нам сегодня с постом, нам необходимо молиться с вами, чтобы Господь благословил, положил на сердце, вам как лучше делать. В личном благовестии имеет участвовать право каждый из вас. Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Затем в семью приглашайте своих родственников, соседей на праздники. Какой-то испеките тортик, может быть, открыточку какую-то. У кого-то по соседству родился ребеночек. Поздравьте с новорожденным. Придите, принесите ему самодельный подарок, если у нас средств нет. Люди очень располагаются. А потом к себе домой. А когда дома уже не привыкли к слушанию Слова Божия, потом можно в Дом Божий пригласить. Это, друзья, очень будет хорошо. Это я имею в виду сейчас большие города. Большие города. Я пробовал и в электричке, и в метро. Берут люди, но и сразу же тут же заняты своим. У них планшеты, телефоны, смартфоны и так далее. А вот если кто живет, раз, телефончик, смс-очкой обменяться и приглашать. Очень хорошо, друзья, вот у нас в некоторых местах проводят это Молдова, Майкоп, Прокопьевск, еще, может быть, где-то я не знаю, но те отчеты, которые я фиксирую, друзья, проводят работу среди студенческой молодежи, среди молодежи с христианами, бывшими, которые ушли и так далее. Приглашает Молдова, приглашает в молитвенный дом. Майкоп, куда вы приглашаете? Вы куда приглашаете? В молитвенный дом. Прокопьевск приглашает в кафе. Откупают кафе раз в месяц, два раза в месяц. Программа, подготовленный, мини-ансамбль, участие. И такие на вопросы, ну, примерно, кто такой человек? Потом, кто такой Бог? Нужен ли человек Богу? И наоборот, Бог человеку? И вы знаете, эти темы сильно располагают. Люди интересуются, это вопросы жизненно важные и нужные. И вот эти вопросы, друзья, на семинарах мы освещаем. Вот когда следующий семинар объявят в Беларуси, вы постарайтесь не пропускать. Это поможет вам дальше потом благовествовать и участвовать в этом служении. Ну, а тему, друзья, я хочу закончить. Мне так приятно было слушать. Думал, что уже, наверное, может, мне и не надо участвовать. Я сейчас, друзья, хотел такую тему сказать. Ну, какую? Я иногда так люблю спрашивать там, где совершаю служение братские, членские, большие, где вот церкви спрашивают. Ну, братская, северная, допустим. Братья, какой в следующий раз тему? Вы нам, пожалуйста, на сестерском сестер спрашиваете. И один брат такой, он у нас остроумный, он говорит, Александр, любую тему, только покороче. Ну, я понял, друзья. И нам нравится, да. Но мы такие, бывает, иногда нам трудно коротко говорить. Уже немножко набрались опыта. Раньше я ему еле-еле пять минут набирал, да. А теперь вот не хватает. И смотрю, таких дедов у нас немало, правда? Которые затягивают. Я хотел, братья и сестры, знаете, такую тему сказать и перевести библейские примеры. На тему «Имейте веру Божью». Это самое основное. Иисус Христос для этого пришел и придет снова. придет на эту землю и будет он, друзья, кого забирать, кого находить. Найду ли верных на земле? Найду ли веру на земле? Не верующих, а веру. Это верные. И вот для этого нам необходимо. Я прочитаю, друзья, текст, и тоже будет немножко он связан с кораблем и с водой. Но буду говорить о вере. Это Иоанна, 6 глава, 16 стиха. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, и, приблизившись к лодке, испугались. Но он сказал им, не бойтесь. Он сказал им, это я, не бойтесь. Они хотели принять его в лодку, и в тот час лодка пристала к берегу, куда плыли. Об этом событии, друзья, я не буду говорить о воде, о лодке, о сильном ветре, а буду приводить такие примеры, как сегодня, Христос, у нас тема такая, как сегодня, да? И вот я хочу взять одно выражение. Я так люблю проповедовать, что мое сердце тронуло, как у нас на курсах бывает, мы преподаем, извлекить для себя полезное, и поделить с другим. И меня вот извлек. После определенных трудностей, испытаний, какие? У нас в России вот этот закон Яровой издали. И смотрят, у нас молитвенные дома не оформлены, земля, получается, дом наш, а земля не наша. Не только в Туле, у нас в Нижневартовске такая же беда, друзья. В других местах, в Ханты-Мансийске, вот снимите табличку дом молитвы, остальное все, это город такой очень цивилизованный, современный. И приезжали работники, сотрудники от властей, и вот прямо уговаривали, мы не можем это сделать. А он говорит, я понял, что вы не фанатики, вы, похоже, верите сердечно, а это, вы на смерть пойдете, вы не согласитесь. Я говорю, правильно вы поняли. А потом думаю, Господи, а всегда у меня ли в сердце моем вера, о которой вот этот чекист сказал? Всегда ли она такая? И вот я хотел вам, братики, сестрички, когда буду приводить эти примеры, вы проверяете свое сердце. Какая у вас вера? Божья? Спасающая? Или просто кто-то в христианской семье родился? Кто-то родственников имел таких и стал верующим? А сегодня чувствуете вы слабенькая вера. И Господь хочет поправить у нас с вами. И вот здесь такое хорошее-хорошее выражение, друзья. Вот написано, друзья, для нас всех в 17 стихе «Становилось темно, а Иисус не приходил». Становилось темно, 17 стих, а Иисус не приходил. Я думаю, если сейчас, друзья, спросить, молодежь, у кого была подобная ситуация, становилось темно, вы молились, даже кричали, и даже с постом, «Господи, помоги!» А Он не приходит. Было, братья и сестры? Было. Было. У всех это было. И поэтому, друзья, какие у нас молодежи переживания, сколько отпадений, сколько еще каких-то трудностей, друзья, из-за того, что не дождались Его прихода. Я хотел, друзья, с Священным Писанием помочь нам, рассмотреть некоторые из событий, которые были в Святом Писании. Вот все вы, друзья, помните очень хорошо такого человека, как Иов. Кто он был такой, друзья? Человек из земли Уц. Мало описано, где это находится и так далее. Ну, там, где-то мы знаем, в Турции по истории и так далее, историки разведали и так далее. Но я не хотел вот это время, экономия, все детали и так далее. Это на курсах более подробно. А сейчас, друзья, посмотрите, что здесь происходит. Произошла, произошел диалог у Бога с дьяволом. То, что Иов не слышал. И когда этот разговор произошел, то сатана на что дерзнул сказать Богу? Да разве даром он богобоязнен, удаляется от зла, человек справедливый, защищает сироту и вдову. Ты его оградил, смотри, каким богатством. А для Иового, молодежь, первостепенным было не семь тысяч мелкого скота, и не три тысячи верблюдов, и не пятьсот порвалов и ослиц, и весьма много прислуги, и семь сыновей, и три дочери. А для него было первостепенным. Он какое отношение имеет с Богом? И вот когда Бог говорит ему, обратил ли ты внимание? И Бог допустил и лишился всего в хозяйство этого. Лишился сыновей, которых и дочерей он очень любил. И он говорит, нах, я вышел от чрева матери, нах, и возвращусь. Так заканчивается первая глава, 21 стих. Да будет имя Господне благословенно. А второй, вторая глава, с чего начинается? Братья и сестры, дьявол-то не отступает. Вот мы иногда слышим, братья говорят, покайтесь, вам будет хорошо, мир, покой. А вы покаялись, а вдруг через время опять, и мир проходит, который в сердце ими ведут. Тот мирской пусть проходит. А вот теряем что-то в сердце, какая-то надежда, упование, страх Божий заканчивается, и мы начинаем потихонечку сначала мелкие грехи пробовать, не наказал Бог, потом дальше, и поэтому Экклезиас пишет, почему человек это делает? Да потому, что не сразу приходит наказание, и человек коснеет в грехе своем, а вот «Ох, друзья, был день написано, когда пришли сыны предстать пред лицо Господне, между ними пришел и сатана, и говорит Господь сатане, когда он увидел ее, пришел, опять, ходил ты по земле, обратил внимание на раба моего, обратил, сатана свирепствует, негодует, он имя Божье благословил, поднял высоко над собой, всего лишился, остался нах, ни одежды даже, нет, друзья, и вот он здесь говорит сатана Господу, кожа за кожу и за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него, вот то, что у него произошло, его не коснулось, а вот за кожу, простри руку твою, коснись костей его и плоти его, благословит ли он тебя, посмотрим. Молодежь, Иов вот этого не слышал, что мы сейчас слышим, для него это было огромнейшее испытание, есть ли наличие веры в Бога живого, останется ли он верным, один Бог знал, а Иов, друзья, я думаю, он в этот момент был уверен, а потом эту уверенность потерял, и вот смотрите, что дальше, Господь сказал сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги, ой, братья и сестры, как мне это слово не понравилось, а вам понравилось? Господи, что же ты делаешь, кому ты отдаешь в руки такого человека? Нет подобного, Господи, а потом другой перевод читаю, мне вот это слово не понравилось, только душу его сбереги, а оказывается, немножко не совсем вот здесь мы имеем понятие правильное в русском языке, а другой перевод говорит, друзья, немецкая мы их семь, и вот брат, с которым я много посвящал времени исследованию Писания, и вот он бывает этих семь переводов прочитает, и толкования не надо, вообще все переводы уникальны, и дополняют один другой, и вот это слово там стоит в одном из переводов, только душу его сбереги, Бог говорит, только душу его не тронь, запрет, и написано, и когда отошел сатана от лица Господня, поразил его проказы и лютые от подошвы ног до самого темени, не пожалел ни одной живой клеточки организма, поразил, и вот и ов, друзья, теперь в таком страдании, он молится, друзья подходят, первая жена, ты до сих пор праведен и не порочен, похули Бога и умри, ей жалко мужа было, друзья пришли его три, Елефас, Вилдат, Сафар, один из них был законник, другой был там по-своему богослов, и он все подвергал это каким-то ну провокациям, ты выглядишь таким святым, праведным, а на самом деле, и в восьмой главе говорят, если сыновья твои согрешили, то вот Бог и погубил их, если ты согрешил, вот над тобой, что делает теперь Бог, покайся, помолись Богу, Он умиротворит жилище твое, братья и сестры, Иов, он проклял день, говорит, погибнет день, в который я родился, погибнет а ночь, в которую зачинался человек, друзья бросали песок наверх, и они его не утешили, и после этого у него пошли-пошли вопросы, и он начал задавать Богу вопросы, 104 вопроса, и Бог конкретно стал с ним беседовать, на примере разных явлений природы, на животных, посмотри, Левиафан, посмотри, на бегемота, вот он ложится к Иордану и устремляется и выпьет его, не боится, кто может укротить такое животное, как бегемота, у него ноги, как трубы, жилы, как тросы, кто может, попробуй кольцо в нос, одень ему, только меч мой, а ты кто? Иов сказал, теперь я молчу, стало темно, а Бог не приходил, не приходил, Бог ждал, когда Иов, когда вот в этой темноте, когда вот он под палящим солнцем, для него, кажется, все померкло, и он черепицей чешет себя, раздирает кожу, ему так тяжело, так тяжело, нам вот здесь, друзья, чуть-чуть душно, и пошли, и пошли, водичку подносят, а ему ничего. Молодежь, вы только подумайте, что он пережил, становилось темно, а он не приходил, но Бог из вида не выпустил Иова, и тогда, когда он получил откровение лично от Бога, никого, от людей, никакой опоры, то он говорит 19 главе 25 стихом, а теперь я знаю, что искупитель мой жив, что он в последний день восстановит распадающуюся кожу сию из праха, это что? Я умру, но я воскресну, в последний день я воскресну, вот это Бог оценил высоко, все Иов, все, достаточно, он пришел, темнота закончилась, все испытания ты прошел великолепно, и он очистился от проказы, он получил хозяйство, скот вдвое больше, вот эти друзья теперь подошли, подарочки, а Господь говорит, не прийму от вас, вы не так говорили верно, тоже молодежь, подумайте, что мы сегодня говорим, всегда ли мы верно говорим, когда мы молимся, когда мы подобно ученикам боимся ветра, законов каких-то, иногда боимся трактатик дать, на меня может быть кто-то скажет нехорошее слово, и нам кажется вообще-то темно, я молилась или молился, а Иисус не приходит, Он придет, только Он хочет испытать тебя, и для Иова наступил этот праздник. Следующий пример, друзья, после Иова это было событие с тремя людьми, последователями Иисуса Христа, которые очень старались исполнять Писание, я раньше тоже, друзья, был музыкант, и мне вот это приятно, что и вас сегодня есть, только у нас в братстве были электрогитары, я один из них, и мне нравилось, как я играл, друзья, вот такая глупость была, игра и смотри, сестры покачиваются, ну хорошо, значит, а потом, слава Богу, отменили, и я хочу, чтобы наши музыканты не были такими, как я, чтобы у вас в сознании Господь, Его величие, а вот Мария, Марфа и Лазарь жили в Ифане, и мы под эстраду, мы пели эту песню, почему Христос любил древнюю Вифанию, помните, круг друзей там верных жил по Писанию, и вот они вдруг посетило испытание, Лазарь заболел, а Христос был в другом месте, и вот они посылают сказать туда, а Иисус, когда услышал эту весточку, тот, которого ты любишь, болен, и он пробыл там два дня, Иисус, зачем же ты там остался на два дня, и он беседует с учениками, они слышат переживание Христа, или не переживание, а речь Его, и говорят ему, давно ли искали тебя иудеи убить, зачем ты говоришь, пойдем опять, а он говорит, не двенадцати ли часов во дне, кто ходит днем, тот имеет свет, вот в этом мире, а кто ночью, тот спотыкается, говорит, он уснул, а они говорят, ну если уснул, значит выздоровеет, когда человек болеет, а потом раз, сон у него, обычно признаки мамы знает, что ребенок выздоровеет, и ученики это тоже знали, значит он выздоровеет, Христос им прямо, говорит, он умер, и вот они говорят, ну что тогда, Фома говорит, пойдем и мы умрем с ним, а у Иисуса Христа, у него было очень правильное, друзья, тогда понимание этого вопроса, он хотел, чтобы они уверовали в него, чтобы они не были такими сомневающимися, он говорит, пойдем к нему, дабы уверовали в него, и ученики утвердились, и люди, которые там находились, и они будут иметь вот эту святейшую веру, братья и сестры, и вот наш Господь приходит, какую речь Марфа произносит, сначала Мария, да, нет, Марфа здесь написано, она первая услышала и говорит Иисусу Христу, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, потом Марфа вышла, то же самое говорит, а где его похоронили, идут, а она говорит, да уже четыре дня во гробе, смердит уже от него, но нос, он мешает иногда нам верить, правда, и вот Христос подошел к этому месту, камень привален, стало темно, темно, а он не приходил, и вот пришел, он прослезился, а иудеи говорят, смотри, как он любил его, даже прослезился, подходит ко гробу, говорит, отвалите камень, а Марфа опять говорит, да уже четыре дня, уже смердит от него, камень отвалили, запах прям, братья и сестры, давайте вот честно сейчас, кто-то из нас бы, служителей, сказал, откапайте могилу, сейчас будем произвести воскресенье, вы поверили в это? Я думаю, навряд ли, правда? Я в Германии немножко так беседовал с братьями, ну, надо бы молитву совершить с силей и помазанием, а братья говорят, Александр, да это же было раньше, а сегодня у нас медицина сильная, зачем? Мы полечим, да и все, зачем молитву с силей и помазанием? Это служители, а как мы сегодня? И вот, друзья, наш Господь, Он говорит Марфе, если будешь веровать, то увидишь славу Божью, молодежь, вот это нам очень хороший ответ, если будешь веровать, увидишь славу Божью, да, воскреснет в последний день, ну, в это все верят, правда? В последний день, а вот сегодня, и когда Он сказал, Лазарь, выйди вон, а прежде, друзья, Он помолился, а молитва интересная была, Он так, друзья, сказал, обратился к Господу со следующими словами, возвел очи к небу и сказал, очи, благодарю тебя, что ты услышал меня, и я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Вот, оказывается, для чего Христос был на том месте. Вот почему Он два дня не приходил. Вот по этой причине Он хотел сейчас сделать это чудо, чтобы поверили в Него. И Он, когда сказал, Лазарь, выйди вон, и Он вышел, развяжите Ему пелены, пусть идет, и Он пошел. Многие уверовали, становилось темно, и Иисус не приходил. У них было, друзья, чуть-чуть вот здесь недовольство, как-то перемешано с ропотом. Где же ты был? Поздновато. Ну вот пришел, ну в последний день. А Он говорит, сейчас и сделал. А последний пример, братья и сестры, это пережил сам Иисус. Наша драгоценность. Сам Иисус Христос, когда Его возложили на крест, прибили гвоздями, и водрузили вот так крест вертикально, и что стали делать? Иисус Христос, написано, написано, друзья, начальство надсмехались над Ним. Других спасал, пусть себя самого спасет, если Он Сын Божий. Воины ругались над Ним, всякие слова хульные говорили, и другой народ стоял и смотрел, А Иисус висит, становилось темно, а Бог не приходил, братья и сестры. Становилось темно, и как темно, Он возопил, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Я думаю, из людей никто это не пережил, так как наш милый Иисус. Как Он перенес, друзья, был пот, как капли крови, капали там еще в Гефсиманском саду, и дьявол не хотел его допустить до Голгофы, он хотел, чтобы там он истек кровью, но он с сильным воплем и со слезами молил могущего спасти от смерти, и был услышан за свое благоговение. Он дошел до Голгофы, первый Адам пал в Гефсиманском саду, а Иисус Христос второй, вернее в Едемском, а Иисус Христос в Гефсиманском не упал. И Он дошел до Голгофы, и Он возопил громким голосом, для чего Ты меня оставил, Боже мой? И Он, друзья, мужественно испил, чашу до дна. Какое последнее слово сказал Иисус Христос на кресте? Кто помнит, братья и сестры? Почему-то все так отвечают. А я смотрю по Евангелию, не совершилось. Он сказал, ныне предаю в руки Твои, Дух мой, и спустил Дух. Слово, сказал, совершилось предыдущее. Совершил спасение для нас всех. Становилось темно, и Он не приходил. Сегодня для тебя и меня испытание. Бывает темно в жизни, бывает страшно, бывает нам, друзья, мы рассказываем здесь красивые примеры, а вот когда в Тафаларе мы отправлялись, та сестра, которая должна поехать с нами, второй голос прекрасный, он нужен был нам там, там нужно был, друзья, этот мини-хор слаженный, что пели, может быть, если на гитаре струны порвутся, купить негде в таких условиях таежных, а у нее резко заболела сильно мама, она, друзья, в терапии проработала более 20 лет, и вдруг заболела, и врачи не знают от чего, она уже как медсестра имеет такой опыт, врачи даже с ней советовались, и она тает на глазах, умирает, а у нас приближается день отправления, уже билеты на поезд, нам надо доехать до Нижнеудинска, в Иркутскую область, а потом самолет, и вот мне родня говорят, родня, Александр, ты что делаешь, ты возишь дочь, у нее всего две, та младшая, а ты возишь дочь, а если она умрет, похороны, молодежь, я сильно переживал, я говорю, помогите мне найти, кем-то заменить, не так просто, а Господь делал свою работу, и я раз пошел второй раз к ней беседовать, я не был служителем, я был просто благовестник, так меня называли, без рукоположения, и уже был ответственный за Алтайский край по благовестию, и я не мог совершать молитву, я просил служителя, сделайте, а он тоже сомневался, как быть, и я, друзья, пришел, и беседовал с ней, говорю, у меня тоже нет такого дерзновения, но мне Бог сегодня открыл, как народу израильскому, сколько ступит нога ваша, тот ваша будет, нам надо верою наступить, и говорю, Эрна, если ты отпустишь дочь Лилю свою, ты выздоровеешь, ты согласна дать на это согласие свое, давай помолимся, помолились, а врач слушает наш разговор тайком, под дверью, и потом меня отзывает, можно вас, и она говорит, вы что делаете, какой Бог, какое исцеление, вы лучше бы сказали, каким методом лечить, мы не знаем, говорю, я не врач, один он, врач и исцелитель, а у нас выбора другого нет, если она скажет, дочери не ехать, и дочь, я не смогу взять, но нам надо ехать, там с администрацией решено, там очень трудности с авиацией, а теперь дают нам добро, а эта народность, друзья, нашей церкви досталась при выборе на конференции, и вот вы знаете, когда мы, когда она дала добро, и мы, друзья, должны были завтра вечером отходил поезд, и она еще оставалась такой болезнью, и я как сейчас вспомню, в 6.10 поезд Новосибирск у Луда, и вот такой трепет, нас провожает, мобильных телефонов нет узнать, как ей лучше стало или нет, и мы, отъезжая от умирающей мамы с верою, и нам в Новосибирск позвонили, когда поезд тронулся, она встала с постели, врачи удивлялись, и она уже сегодня дома, сутки прошли, она уже дома, ей не надо было иметь время процесс восстановления организма, а почему? Не потому, что я такой умный, а потому, что наступили верою на Писание, как написано, стойте и увидите спасение Господня, идите этим путем, друзья, становилось темно, а он не приходил, но иди, иди по Писанию, служи Господу как нужно, поступай, как Господь говорит, и ты будешь иметь то, что вот здесь сказано, становилось темно, а Иисус не приходил, он потом пришел, он только в лодку, они пристали к тому берегу, и паника кончилась, и все, и ветер сильно утих, и все перестало, да, он в этом случае никаких рук не поднимал, и не останавливал ничего, они примкнули к берегу, так и в нашей жизни может быть, друзья, когда Господь, Он проверяет нас, и хочет испытывать нас, чтоб мы могли довериться Ему, а самый большой грех, дорогой друг, это неверие, это неверие, первый грех, друзья, во Вселенной гордость, на земле непослушание первых людей, а в нас неверие, надобно, чтобы приходящий Богу веровал, и я хотел, дорогой друг, чтобы мы сейчас еще раз смогли посмотреть на нашего Господа, может, у меня не хватает веры в Господу, может быть, кто-то и действительно еще ни разу не каялся, а кто-то уже каялся, и может быть, вера эта угасла, а мы не знаем, что когда выйдем, поедем домой, какие будут испытания, что с нами может случиться, сколько раз, друзья, было так в нашей жизни после молодежных общений, вы слышали, да, как в прошлом году с Челябинска поехали, и автомобиль не доехал, встречная машина, у нас там в Славгороде курсы были регенские, молодежь поехали в районный центр, бурла, буранила за грузовиком, и раз, джип на обгон, а здесь наш пассат идет, и удар с такой большой машиной, сильно пострадали, а вот 22-го, друзья, апреля, брак был, тоже у них было, становилось темно, и казалось, Иисус не приходит, и вот Дима, который был за рулем, ноги переломаны, потом он уже немножко стал ходить, он посещал сестру из-под Алматы, она больше всех пострадала, и вот в таком состоянии Бог открыл, это твоя супруга, и вот 22-го апреля брак был, все удивились, взял после такой большой аварии, вот эту сестричку, богобоясненную, а тоже было в жизни, так темно, и казалось, Иисус не приходил, а потом пришел, но они не потеряли эту веру, хотелось, чтобы вы могли отнестись серьезно к своему спасению, чтобы Господь укрепил вас в вере, для этого хорошо бы, друзья, кто еще не выходил вперед и помолиться, я один примерчик еще, один брат рассказывал, он теперь служитель, а вот так был в молодости, и приезжает на собрание отец-пресвитер, и он не мог выйти там за своим сыном, а он уже подросток, был такой большенький, вот рядом супермаркет, и они со своими друзьями потихонечку выходили, когда там общим пением споют или что, выходили, церковь большая, и в этот супермаркет и воровали, кражей занимались, и так не один раз, а их уже вычисляли, наблюдали, камеры стояли, как так ловко, и вот в этот раз, когда они уже все взяли, что им нужно, и выходя в фойе, раз их полиция, и крепко за руки хватают, и его тоже, и он говорит, я так опустил глаза вниз, что теперь будет, папа у меня служитель, вот здесь рядом в доме Божьем, он меня всегда говорил о вере, о святейшей, вера, она, друзья, окрыляет человека, она дает упование на жизнь вечную, она осуществляет все наши духовные мечты здесь и желания, а я, а я вот такой неверующий человек, да еще вор, его спрашивают, как фамилия, а он обманывает, говорит другую, имя меняет, адрес места жительства, чтоб как-то оттянуть, пусть меня арестуют, увезут, но только чтоб с отцом в глаза не встретиться, и вдруг полиция держит его, и в это время, после этого допроса, входит в двери папа, он сильно испугался, он опустил глаза вниз, а потом думает, что же делать, такая картина нехорошее, взглянул, что отец думает, в глазах посмотрю, а отец смотрит так на меня, с таким сожалением, и я прочитал, бедный сынок, ты бедный грешник, попался, я ж тебе сколько говорил, и я, говорит, собрал все силы, как рванул руки у полицаев, и вырвался, и к отцу подбежал, они аж опешили, не бросились, подбежал к отцу, схватил отца, и думаю, что он будет делать, а он стоит руки вниз, молча, я поднимаю глаза, смотрю ему, а его глаза в слезах, и он ничего не сказал, а он обнял меня, и стал прижимать сильнее, сильнее, я прочитал в его глазах, сынок, я тебе все прощаю, тебя вот эти полицисты не поймут, а я тебе все прощаю, только поверь в Господа Иисуса Христа, это будет все, это вся догматика, это все наши длинные проповеди вот так сворачиваются, дорогой друг, поверь только, а если ты поверишь, ты не останешься на своем месте, ты сюда выйдешь, а наше общение подошло уже точно к концу, а дальше, когда следующее будет, никто не знает, и будет ли еще такая встреча у тебя с Господом, который здесь присутствовал вот эти два дня, и мы сейчас, дорогие друзья, будем петь вставший 427 номер, он так близок нам всем, что ты медлишь на грешном пути, слыша зов к Иисусу приди, спеши теперь, спеши теперь, поспеши, дорогой друг, прямо во время пения, проходи сюда вперед, склонись перед Господом и помолись, скажи Ему, если у тебя нет той веры или недостаточно, покайся в том, в чем тебе нужно, Господь все тебе простит и помилует твои, помилует тебя и простит твои согрешения. Субтитры Продолжение следует...